Идея пришла провести дебаты, прямая речь о серьезных проблемах, после того, как ребята, которые собрались, поняли, что мы не до конца реализовываемся в текущем моменте. Поэтому отсюда возникла идея собрать умных людей, людей из Фейсбука, для того, чтобы наконец-то поговорить честным, открытым языком о самых главных, наболевших проблемах страны. Мы хотим эти вопросы, о которых никто не говорит, поднять на поверхность, обсудить, обозначить, описать какие-то позиции и, возможно, там, извлечь какое-то зерно истинной смысл. Мы пытаемся действовать так, как умеем, и все, что мы сейчас делаем, это мы пытаемся мысль превратить в действие, в действие в том числе и политическое. Всех нас, на самом деле, объединяет только то, что мы пришли из мира. Первая тема, которую мы сегодня будем обсуждать, называется «Украина и амеба». Зачем делить страну? Вопрос оставления Украины в сегодняшних государственных границах можно выносить за скобки. В национальной дискуссии в скобках оставлять только компромиссы, договоренности, уступки и так далее. Вот, например, мы вспоминаем, как Маргарет Течерку закрывала в чертовой матери все шахты. И сейчас мы видим, что люди там до сих пор пьют люто, при том, что социальные программы там очень чудови. И, ну, взагалі, там много что делается для того, чтобы этих людей адаптировать, и уже пришло второе поколение, которое до сих пор находится в депрессии. Как обеспечивать единство страны каждый день? Как только падает иммунитет, неважно какой, тоталитарный или какой-то другой, в Югославии это был тоталитарный, моментально эти процессы латентно и начинают вылазить. Особенно тогда, когда существуют какие-то определенные сообщества, которые заинтересованы в том, чтобы острота противоречий, которые спали веками, стала наиболее явным. Я просто знаю о том, что существует, при интеллектуальном нормальном подходе, существуют программы ассимиляции каких-то. Друзья, достаточно поменять говорящую голову на Интере, телеканале, который скажет, что количество бандеровцев в Украине достаточно преувеличено, и вообще расслабьтесь, ребята, и все типа нормально. Не знаю, нема украинского Пелевина, нема украинского Сорокина, нема багато чего. Нема франка украинского. Как бы у нас не закончилось, но контролировать западные области Москва украинский уже не сможет никогда. То есть федерализация – это задача Москвы. Мне кажется, что Украина не может быть такой, какой она есть. Она должна быть большей. А для того, чтобы стать большей, возможно, нужно на определенный час стать и меньшей. Только сейчас надо подходить к тому, что надо строить единую украинскую нацию и создавать соборность. Ее никогда до сих пор не было. Была иллюзия. Донбасс, Восточная Украина – это совершенно разные вещи. Буквально, я говорю, 40-50 километров от Луганска на север, начинаются совершенно архетипические украинские земли. Я хотел бы задать вопрос даже больше Ивану, хорошо? Куда нас всех девать в случае отделения? Я не хочу в Путину. Моя семья не хочет в Путину, понимаете? Почему я должен жить при Путине? Нахуя мне это надо, если просто. Прокомментируйте. А знаешь, почему на Донбассе такое происходит, как ты говоришь? Потому что вся инвестиционная политика последних 22 лет в нашей стране укладывается в одну фразу – пошли нахрен, мы еще сами не все украинем. Продолжение следует...